Опыт старших товарищей – весомый аргумент в любом начинании, тем более, когда дело касается важного жизненного этапа – поступления в ВУЗ. Для успешной сдачи централизованного тестирования абитуриентам недостаточно простой предметной подготовки. Узнать, что такое тест и как с ним себя вести – именно такой совет дают нынешним 11-классникам студенты, уже прошедшие через вступительные рубежи. Вообще, я считаю, что, конечно, на репетиционное тестирование стоит ходить, хотя бы потому, чтобы примерно оценить свои шансы на поступление. Вот, примерно объем материала, посмотришь, что ты знаешь, что ты не знаешь. Я ходила на репетиционные, думаю, остальным тоже надо ходить, потому что ты с каждым разом, оно первое, оно легкое, второе, третий этап, оно уже немножко посложнее. Потому что основное, это, оно намного сложнее, чем репетиционное. Я считаю, конечно, что нужно, наверное, ходить, потому что так ты проверишь свои знания, поймешь, как нужно готовиться к централизованному тестированию. Репетиционное тестирование, как форма проверки знаний для всех желающих поступить в высшее учебное заведение страны, проводится в три этапа. Первый в этом учебном году начался в октябре и финишировал в декабре, в преддверии новогодних торжеств. По сравнению с подготовительной компанией прошлого года, количество абитуриентов, которые решили испытать свои силы и возможности, значительно возросло. В этом году, в прошедшем, так скажем, уже году, в 2013, первый этап прошло больше абитуриентов, нежели у нас было в прошлом году. То есть, соответственно, так скажем, по соотношению примерно 6 и 8 человек от тестов. Судя по среднему результату, проведенному нами анализом, соответственно, так скажем, выяснилось, что, естественно, так скажем, ребята проявляют интерес при прохождении репетиционного тестирования. Стоит отметить, что не только высокая активность, но и высокие баллы являются отличительной чертой прошедшего этапа. На Брещене есть даже так называемые стобальники. По белорусскому языку, химии и математике три абитуриента справились со всеми предложенными заданиями. Но раньше времени и им не стоит облегчать процесс подготовки. Несмотря на то, что репетиционный тест похож на задание централизованного тестирования, но все же это тренировка, которая необходима в первую очередь для анализа собственных ошибок и пробелов в знаниях. И сделать это всем желающим можно уже в ближайшее время. На днях в стране стартовал второй этап подготовительных испытаний. Для записи на репетиционное тестирование достаточно позвонить к нам в центр тестирования. Здесь мы зарегистрируем, объясним, что, куда, как подходить. Что касается районов, соответственно, опять же, на сайте технического университета будет размещена эта информация с телефонами отделов образования, соответственно, с графиками проведения репетиционного тестирования в этих отделах образования. И чтобы, может быть, так скажем, например, не ехать из где-то района в Брест, можно пройти репетиционное тестирование прямо по месту жительства. Но при этом, опять же, надо будет отзвониться в отдел образования и заявить, на какие предметы абитуриент пойдет. Минимальный бальный порог, установленный в прошлом году Министерством образования, не изменился и сегодня. Для того, чтобы получить сертификаты на централизованном тестировании и иметь возможность поступить в ВУЗ, необходимо набрать больше 10 баллов по белорусскому и русскому языкам, 15 по математике, физике, химии и биологии и перешагнуть 20-ти бальный порог по всем остальным предметам. А потому всем, кто хочет стать обладателем студенческого билета, стоит уже на этапе репетиционного теста стараться не только перешагнуть этот бальный рубеж, но и приблизиться к заветной сотне. Продолжение следует...